Ситуация чудовищная и страшно осознавать, что в таком социально опасном положении в регионе сейчас живут более 7 тысяч детей. Это данные муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних. Несмотря на то, что надзорные органы проводят проверки неблагополучных семей, трагедии, связанные с детьми, происходят регулярно. Почему несовершеннолетние страдают от рук собственных родителей? Почему в семьях происходит насилие? С этими вопросами мы обратились к экспертам и их мнение далее. Называется эта вещь внутривидовая агрессия. Она существует в каждой семье, она существует в каждом коллективе. Накопительная агрессия, то есть она копится-копится. И копится она, как правило, по отношению к одному-двум людям. То есть как-то избирательно она у нас так формируется. И человек, который не может решить вопрос своим социально приемлемым способом, коммуникативными навыками, он копит эту агрессию, и тогда он не может ее выпустить, допустим, на ближайшего человека. Но он это делает на ближайших, значимых для него людей. Например, это являются дети часто. Поэтому такие вещи, происходящие в семьях, они нередкие, в общем-то. Жестокость детей, она присутствовала всегда, и нельзя сказать, чтобы она увеличилась или уменьшилась. Хотя в такие переломные времена наблюдается рост психических заболеваний, каких-либо отклонений. И в том числе насилие над теми людьми, которые не могут тебе ответить. То есть над теми, кто младше тебя. У нас в России, к сожалению, психиатрическая, психологическая помощь, она не стала общедоступной. Ну и, конечно же, в маленьких городах, в деревнях вообще нет такого рода помощи. И, соответственно, люди остаются с этими проблемами один на один.